Ну что, постреляем? Вы мне даете добро? Может, метательных ножей у меня все равно нет? Че-то... Че-то вошло в твое горло. А, вот и ножи. Ножи, по-моему, можно подбирать с трупов поверженных врагов. Я справлюсь с Телсом. Сереж, их очень много здесь. Как минимум еще пять человек. Тут патрулирует центр у армии. Ну что же за непрога-то, по-моему, ептель-дель. Ептель-дель. Заметка номер один. Есть ли во всем метро люди, которым Бурбон не был бы должен, или которых когда-нибудь не попытался обмануть? Черт, да у этого парня кругом враги. И на сей раз кажется, он валиб действительно серьезно. Мне нет до него дела. Ну, не должно быть. Но почему-то я не могу его тут бросить. Я не знаю, в чем дело. Сухой мой отчим сказал мне как-то. Спасешь однажды кого-то, потом придется спасать его всегда. Чувствую, что отвечаешь теперь за того, кому не дал умереть. Становишься с ним родными людьми. Поэтому он и взял меня к себе на ВДНХ, когда мама погибла. Поэтому, может, и я теперь не могу бросить Бурбона. Ого. Чувствую. Галин. Пятанарчи 15 месяцев. Точнее, уже 15 раз катается по Кольцевой. Пасать, что ли, пошел? Он же прямо на меня сейчас нассыт. Так, а как пользоваться ножами? Как метать ножи, я имею в виду. Черт, он уже бежит. А, он меня не видит. Тебя сожрать, если первой не придешь. А, ну, нормально. Это цивилизованный человек. Вот так вот сходил посрать. Ребята, у меня для вас несколько новостей. Одна из которых звучит следующим образом. Нам нужны новые модераторы. На твич. Два-три человека. И в ближайшее время в нашем игровом сообществе будет новость на эту тему. И ссылка на анкету с вопросами. Типа, как тебя зовут? Работаешь ты? Учишься? Хочешь модерировать на канале твича? А как давно стримы смотришь? А почему мы должны выбрать тебя? А какой у тебя никнейм твича? Поэтому, если у вас есть желание помочь с модерацией. Черт. Знаете. Девушек в армию не берем. Это не сексизм. Просто девушки существа ранимые. Как принято говорить. Даже не знаю, что взять. Это же пистолет с глушителем, да? Нет, это просто удлиненный ствол, который бахает похлеще калаша, наверное. Че за... Хм. Где хер? Кстати, на часах индикатор, наверное, не здоровья, а индикатор скрытности. Вот он, маза, вот! Да где? Че, увидели меня, что ли? Все, ножка. Кажется, это фейл. В плане скрытности. А тут че? А там че? А тут че? Нет, пока еще не нашли меня. Привет! Вот теперь пошла войнушка. Молчать! Сколько там еще человек? Десять? Мне так нравится, когда в играх они тебя теряют и начинают искать. Идут на последнюю точку. Ты можешь зайти им в спину. Сталкер? Кстати, такой же был. Они даже стреляли по позиции. Могли стрелять. Стрелять по позиции, на которой тебя уже нет. Ну, а вот, как бы, вот эта вот куча из тропаков тоже некрасиво выглядит. Мог бы и подождать. Нечего сюда идти. Нету нихера. Нету нихера. Ну, да, тут как бы... Да, уже, уже нихера нет, согласен. Здесь вроде еще где-то пулеметчик Ганса жил. Давайте, пшитаря, пшитаря. Пшитаря. Я... Я ничего не трогал. Я даже не... Странные дела. Говорят все в метро. Крайне странные. О, Гудхант, коллега за хостел нас. Привет. Спасибо большое. Вот эту музыку все спокойнее. Даже убивать. Да, тут не пистолет с глушителем. Абсолютно точно. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Надо колються. Маслины вышли. Маслины вышли, да. Как вошли, так и вышли. А у тебя сейчас вновь войдут. Говно ты. Маслины, говорит, вышли. Сука, обошел я тебе за такое. Глаз на жопу натяну. Как там, правильно ругаться. Это все еще No Death Run. То, что мы утонули в начале игры, не считается, ввиду того, что... Я не придумал. А, придумал. Мы опередили события, игра долго... Долго думала, и мы такие, может быть, вернуться, а вернуться нельзя было, и мы просто упали. Ну, короче, это хер не было. Никто этого даже не видел. Никто даже не понял, настолько было темно. Да, Слэммер? Да, почему же вы, блядь, умираете-то все? Я ничего не делал! Вы же сами видели, он просто упал. Никуда, падла, не денется. Все, пучком, пацанчики. Это, видимо, черные мне помогают. Ну и спасибо им скажем. Понактивировали своих, своих же ловушек. Сердце не выдержало. Ага. Меня Артем зовут, если что. Опа. Как на Новый год под елочкой. Вы посмотрите, какая ляпа. А тебя никто не узнает, думаю, Артем. Я не использую никакие чудеса. Работаем. Поработал. Здравствуй, Женя. Надеюсь, что тебе все хорошо. В Новом году. Спасибо огромное. И с наступившими еще раз. А то мы, кажется, не виделись с вами. Спасибо. У нас здесь безумная схватка. слепого с глухонимом. Кто вообще додумался на дробовик вешать прицел? Зачем это делать? Ночное видение это круто, но наверное, только с этой целью. Или это даже... Нет, подожди, это не ночное видение. Это просто такое стекло. Это же не прибор ночного видения, правильно? Или... Хотя... Ничего, пацанчики, ничего! Ничего! Найдем, лошадь! Как это работает? У нас эксперты есть? По вооружению. Да что ты, походу, делся куда-то, сучонок этот! И давай, иди сюда, и... Словил, наверное. Ну и все, второй прилетит. Здесь, где-то шерится. Найдем! Там, где труп ищи. Интересно, разработчики заложили в программный код какую-нибудь функцию, там, поведение ботов, мол, если ты видишь, что перед тобой труп, обходи, не иди тем же путем. Это же вроде не так... сложно сделать. Что это было последовало? Ты уже сдох, что-то орешь. В смысле, не виделись. Но в новом году ты не виделись же. хорошо присел. Игра выглядит замечательно для 2010 года. Ну окей, ремейк вышел 2014, вы говорите, да? 5 лет назад. Насколько же хорошо будет выглядеть с новым освещением на новых видеокартах Exodus? Даже не представляю. Battlefield я 5-ый видел. Меня ребята из NVIDIA приглашали в московский офис. Показывали на 2080 Ti. Или просто на 2080. Ну, не суть важна. Потому что отражение ну, прикольно выглядит. Иначе игровая. Кто бы что ни говорил. Единственное, с производительностью были проблемы. Чузе Артем! Тот, который желтый снег ест. Ах ты сука. Я и забыл, что так кажется. Упал наш герой. А вот кто стрелял-то всех. Можешь опустить свое оружие, юноша. Старец, ура, пришел. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Давай не умничай, Хан Соло. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. И специально так говоришь? Экология этого несчастного сейчас появится тут. А я предпочел бы избежать нового кровопроекта. Где эфки в чате? Пресс-эф-топ и респект. С нами Бурбон полпути прошел. Вам не понравился? Вызывал совсем? Слово для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, подняться, можешь остаться. И все-то он загадками говорит. Да даже моя бабушка сильнее бьет в дверь. Когда приходят в гости. Неужели это тушенка или молоко? Не знаю, что. Молока захотелось. Сгущенки. Причем я люблю обычные сгущ... Но, видимо, они делают успехи. Варену сгущенок не люблю. Наверное, такие люди, как Бурбон, родятся с петлей на шее. Всю жизнь ходят по краю, рискуют всем ежедневно, и им кажется, что они всегда сумеют вот так вот бегать от смерти. Только от нее не убежишь. Если всегда ходить по краю обрыва, рано или поздно ты сорвешься. Зачем я себе говорю все это? Да чтобы убедить себя, что не виноват в смерти Бурбона. Что он все равно бы кончил так же рано или поздно, потому что сам выбрал для себя эту судьбу. Говорю, чтобы не слышать другой голос внутри себя, который твердит, что я мог его вытащить. Мог как-то поменять его жизнь. Он ведь не был таким плохим человеком этот Бурбон. Не мы такие. Мир такой. И какое право этот хан имеет его судить? Конфликт. Что ж, мудрое решение. Не веди себя как солдат 76, пожалуйста. Появление хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Игра-то грустная. была паутина и нет паутины. Был Бурбон, да загорел. Casual Creative три месяца. Спасибо огромное. Добро пожаловать. А все по чему? Чёрные боятся. Они знают, что мы здесь. Кто они хан? Не вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Пойдём. Будь выгадимы. Это очень опасный тоннель. И с годовасиком тебя, для бомжаху. И самое удачное место ты выбрал для переподписки на один год. Спасибо. Замри и смотри вперёд. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Канн, я вообще никого не вижу. Мне не нужно надеть противогаз. я и . либо лист, лист. Лиция - меня подожди. О, Алена. Говорят, 45 жизнь только начинается. Ты молода. Хорошо с собой. Конечно, у тебя все впереди. Ты как шоколадка, Аленка 3F edition В сторону, Артем Да ну на Вроде с Ханом вместе не пили Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом Вот уже долгие годы И те живые, что попадают сюда по ошибке Становятся частью прошлого Идем же Ты так легко и непринужденно это говоришь Идем же Я уже столько всего повидал И мне это, честно, не по себе Что это за корни Это вообще дерево Это вообще к коварне Замри и смотри вперед Давным-давно тут бушевала жестокая битва И защитники все еще удерживают оборону Ступай за мной Но не отходи ни на шаг Понял Ступай за мной 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 тебе это удаётся, Хан? Я предпочёл бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного лично. Ладно, так и скажи, что разработчики просто не придумали, как всё это дело объяснить. Я был единственным... Такой, блядь, загадочный. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Только оно реально. И та кнопка, Артём. И та кнопка, Артём. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остаётся в метро в этих трубах. Красиво сказано. Только всё равно ничего не понятно. Разъездились тут, блин. Дим Кодобряк, 15 месяцев. Ай, 15... А, 15-ю маслину поймал. Добрый вечер, хранитель. Побольше пуль в карманах и не единых фантомов в мыслях. Спасибо, Дим. Спасибо огромное. С прошедшими. Ринзай, 23 месяца. Занан, 6 месяцев. Созрачением хранителей. Хорошего вечера. Привет, ребят. Доброго вам вечера. Приятного просмотра. Метро 2033, редакш. В поддверии выхода... Экш... Дьявол. Прости. Это от страха. Занан, я все хочу спросить. А ты кому дарил подарок... Будучи тайным санты? Ты помнишь? Это ничем не связано. Это просто мой... Мой интерес. Я помню, что ты тут долго думал. И, в конце концов, принял участие. За что тебе большое спасибо. Решил поддержать движуху. Это клево. А больше бы таких... Зрителей. Джон, привет. Тот, который С-31. Ну чё, хан, пойдём. Сосредоточься. Я напряжён до предела. И сосредоточен, соответственно. Ну? Ты хочешь, чтобы я открыл эту дверь? Там кровь... Под ней. А, типа... Какой ты, блядь? Сука, ты же... Ёб твою мать! Хан, ты смерть и наши хочешь? Шлятия. Этот несчастный, из Тургеневской... Кажется... Щука. Зан молчит. Видимо, это был... Секрет. Ладно. Либо он пытается вспомнить, кому же я чё дарил. Может быть, это был незан. Да ладно. Идём уже. Ты так вот задаёшь вопрос зрителя, а он не отвечает. А потом зритель на тебя обижается. Мол, а чё это ты наше сообщение не читаешь? Что это за пауки? Мердость. Я напомню, что один из наших паладинов, фиксер Николай, очень боится пауков. Сейв забыл. Это не мой сейв, пусть кто-нибудь другой его открывает. Сосредоточься. Скажу честно, Некрон, я уже много здесь пропустил. Это аномалия. Чё, Хан, аномалия? Может, расскажешь, как она работает? Что это за звечение? Что это за звук? Или это проводка? Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри. Замри. Оно же в туннеле, в туннеле исчезла, как она. Ну, это было красиво, Хан. Мы называем это болты. У нового мира новые болезни. Хан, а болты-то у тебя есть? Или у нас два на пару? Страшная вещь, да. Но на самом деле, она не злее, ну, скажем, огня. Всё зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдём. Тут небезопасно. Будь осторожен. Главное, не идти на свет. Главное, Артём, не смотри на звёзды. Кремлёвские. Вот что ты должен был мне сказать. Не сказать, что я чувствую себя хорошо, когда отбираю этих парней. Чего? Что такое? А, вижу. Понял. Работаем. Готовься. Чудовище возвращается. Надеюсь, что и шаровая молния твоя тоже вернётся. Хан, я боюсь, что мы можем не справиться. Не то чтобы я дрейфил, но их реально слишком много. Хан! Хан! Ты не хочешь куда-нибудь спрятаться просто? Твоё молчание, конечно, очень помогает забраться в ситуацию. Будь наготове. Умешиваться не стоит. Это почти как Big Fucking Condition. Вот так оно и происходит. Живой пример. Да, и ты, блядь, это сравнил с огнём. Мне кажется, принцип действия у них немножко отличается. А чё, можно туда сходить? Катич, 17 месяцев ездит по Кольцевой. Привет, Катич. И Ковальский. Не отвлекайся, это просто решап. Спасибо, Ковальский. Капитан Ковальский. Занэн, ты со мной не разговариваешь, да? Ты так проигнорил мой вопрос? Мне кажется, мне крышек не выдали. Реститься надо, когда кажется. Сказать по правде, вначале я принял Хана за сумасшедшего. Потом испугался его. Теперь я им восхищаюсь. Есть в метро вещи, которых обычный человек не может увидеть. И не всегда даже может почувствовать. Но это не значит, что их не существует. Если бы Хан не вёл меня через эти странные закоулки метро, не помогал бы мне обходить невидимые препятствия, не продостерёг меня от загадочных опасностей, мой путь прервался бы куда раньше. Ничего удивительного, что я поверил ему и что рассказал ему свою историю. У меня ведь столько вопросов. А он, похоже, знает ответы на любой. Ты проигнорил два раза мой ответ. Да? Возможно, ты писал без указания никнейма. Прости, пожалуйста. Опасно-ясно дарил. А чё дарил? Чё подарил опасно-ясно? Мне опасно-ясно подарил термос. Это у нас военный набор с грибами вкусными конфетами. А давайте так. Напишите, что вы получили на Новый год. Я, конечно, понимаю, что не все получили подарки, кто-то уже вырос из этого возраста, но вдруг какой-нибудь приятный... Давайте так. Напишите, что вам подарили, а чего вы такие, вау, нифига себе, вот это круто. Вот это я не ожидал. Это было офигенно. Это лучший подарок в моей жизни. Если такой был. Отдых. Ну, окей. Да, отдых. Неплохо. Фигурку Пупса из Волоча четвертую на силу подарил ему. А, это Занон. Опасно-ясно. Круто. Это в тему. Пять кг сладких вкусняшек от мужа. Я надеюсь, ты не о том, что ты потолстел на пять килограмм, а просто конфеты, наверное, да? Артём, у тебя благородная и важная миссия. Надумаешь ли ты, что любви Пупуса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Три футболки. Тебе не нужно отвечать. Я не буду стрелять. Команда от Хана не было. Скоро мы прибудем на Тургеневску. Мышку компьютерную, стил Сирис. Она почти заброшена. Это хорошо. Ты доволен? Мне подарили ничего. Но подожди. Как минимум, комьюнити подарила тебе свою проклятую станцию. Заботу, любовь и тепло. Её жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Фигурку Голума из Властелины Колец? Это с намёком или что? Как-то... Ты фанат Властелина Колец? Тургеневская. Ну мы неплохо так идём. Пока ещё не умирали. Защитникам могут понадобиться конок. Но Тургеневская жёсткая станция. Это моя самая нелюбимая миссия. Сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу сапёров. Сейчас идите за левым туннелем. Но они не вернулись. И взрыва не было. Нам сейчас понадобится подмога. И Найс Спид нас услышал. 80 брабых жителей метро Андерграунда присоединились к нам. Всем привет. Ты бы выключил фонарик. Очень слепец. Гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Легко сказать. Сложно сделать. Что? БС-4. Фар Край 5 и предзаказ метро и резика. Неплохо. А давайте теперь посмотрим, как работают эти ребята. тварь и умные обходятся. Мужики, я туда не пойду. Давайте, отстреливайте. Мы так не договаривались. Дело в том, что этот участок, он реально хардкорный. Достаточно. Но здесь могут быстро прибить. не видно им ни конца не края. Давай, пинай. Прям пинай их. Мля, у меня пусто. Ну, мля. Ну, надо было экономней. Подходить к вопросу отстрела. Погнали. Это наш шанс. Найти бомбу, найти способ заблокировать переход. Нам повезло. Нас никто не обращает внимания. Пока что. А бомба, по-моему, в туннеле слева, да? Или нет? Чат. Мы с вами в одной лодке. Нечего отмалчиваться. Это... Да, это бомба. Было в правом туннеле. И как-то так получилось-то, а? Что незаметно и... Несумно. Вы подобрались ко мне. Остались только мы на растерзании. Е-е-е. Парочка простых и молодых... отдых. Ребят, может, раз... Не хотите раступиться, нет? Они защищают переход. Не помните, куда дальше? Значит, давно мы проходили. Гранат не хватает. Сука. Сука. Еще другое. Какой лихо... Какой лихо отлетаете. Да ну, завязывайте. Так будет с каждым, сукиной тети. Все, нашли спад. Чего? Ну, слава богу. Жипа при мне. Тих-тих-тих-тих-так, тих-так, тих-так. Давай! Давай! Ну! Да взорвись же ты! О, неплохо. Надо, наверное, уйти с пути. Это я хорошо придумал. И это я молодец. Люди, вы можете спать спокойно. Хотя вы и так уже мертвы. Кыта... Шуф. Столь лет тут простоим, не одного кар..." Хан, я... Я выполнил свой приказ, что дальше. Только не говори, что там осталась еще одна последняя волна. Можно подумать эти укрепления их защитят Там патроны на ящике Бери Не тупи Мне что-то еще нужно сделать Дермозаслонка еще А где же ее? Ну то есть, как она выглядит? Что с ней делать-то? Мужики Что за миссия? Какая дерьмозаслонка Найти способ заблокировать Да я не знаю, как это сделать Блин Макс, ты уже давно на этой станции? 12 месяцев, с чем я тебя поздравляю Как заблокировать-то, скажи мне, дорогой А, кажется, она уже сама разблокировалась Ну ладно Не важно Нет? Нет Туннель справа Но в туннеле справа я уже был Здесь я подобрал взрывчатку И взорвал туннель слева И взорвал туннель слева Чё-то не сгорел. Из стали, что ли, сделан? Наверное, Артём думает, что в противогазе он выглядит страшнее. О, класс. И чё? Всё? Минус дерьмозаслонка. А, вот они. Ты один, что ли, пришёлся? Битва за маленькую станцию выиграна. А, с чего мне тебя и поздравляю. Как ты не пойду? Здесь тоннели обрушились. Если ты всё ещё собираешься в полюс, тебе придётся идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придётся идти через станции, принадлежащие или красным фашистам. Пойдём. Так, подожди, ты оприличный, ты со мной или нет? Или ты не дорогу просто покажешь? Кузнецкая станция. На ней у тебя не возникло смысла. Другое дело, как в жизни. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести... Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Вот, да? Как скажешь, хан. Call of Games TV, 33 месяца, приветствую. Здравствуйте, доброго вечера. С Новым годом. Зомботаник 07, 10 месяцев. Дениска, привет, ещё два месяца и будет годик. Спасибо тебе, чат, привет. Спасибо вам, зомботаник. Порфман, 41 месяц. Юнтон, 6 месяцев. Молчат, ничего не пишут. В противном случае, зачитал бы. Ого. Это уже какая-то религиозная бета. Крам надежды. Даже в нынешние времена, мы не можем исправиться от вещей, которые делают нас людьми. Говорят, что если потушить все свечи, то ты обретёшь бессмертие. Мы же честно играем. Ну и всё, забирайся. Да, прощай, хан. Спасибо, что помог, Айгер. Все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. Только крышка меня не предавит. Удачи тебе. Ну, сейчас мы сами по себе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашёл меня первым. Спойлер. Ред Фокси с возвращением, с 8 месяцем. И Иван Хайлув, с 23 месяца. А если чат не работает в двух браузерах из двух, что можно сделать? Запустить с телефона? Неужели вновь проделки РКН? Вы же как-то прожали кнопку. Значит, он работает? Попробуйте обновить. На раз в 10 обычно всё-таки помогает. Я не шучу. У меня действительно порой... ...бывают проблемы с чатом. Ну, после обновления, там, на пятой, на шестой попытки, всё хорошо. Артём, джамп. Вы мне напоминаете о том, что я хотел другую озвучку поставить? Ну, другая, не канонична. Особо веселиться не хочется. Ну, с польской можно, кстати, выгорнуть заодно. После первого сообщения чат заработал. Это у меня как пример. То есть ты написал сообщение в чате. А я его пропустил, действительно. Привет. Я тоже со всеми наступившими праздниками. Здесь у тебя всё хорошо. Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Но я не человек, я стример. Грин Дислайк. Два месяца. Решил остаться. Чем мы захватили ваше внимание в декабре? Расскажите. Это как чуваки из братства стали. Слышали новую байку? О Бефезде и о проекте 76. Я не про гея солдата из Overwatch. Я именно про Бефезду и комнату разработки, которую нашли в этой комнате все предметы, в том числе из будущих типа DLC. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красная за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее. Понял? Окей. Короче, в каждой игре от Бефезда, вот на этом их любимом движке, есть так называемая комната разработчиков, в которой хранятся все предметы, там, вся броня, все оружие, такой склад. Я не знаю, для чего это делается, но, возможно, таким образом они что-то проверяют, тестируют. Так, открыли все свои паспорта. У кого какая прописка, пишите в чат. Сейчас мы узнаем, кто пройдет, а кто нет. Да, и в этой комнате разработчика живет один-единственный NPC-человек. Сам Тодд Гогвардс. Его можно убить. Но попасть туда можно только с четырех. И я, кстати, не знаю, как туда можно попасть. Я не такой. Ух, кажется, это была ножка стула. А я... Про стату как раз пришел приветствовать. Я доктор. Вы что, не видите мои белые перчатки? Сейчас как. Опа. И второго. Нет. Ну, побежали, сынок. Спасибо, что напомнили про шифт. О, боже. Ё-ка, его ногой. Сюда! У них даже прицелы есть лазерные. Пригнулся, пригнулся. Оп, сейчас проверю про стату заодно. Ты кто такой? Внеченый, что ли? Господи, 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 как больно. О, хорошо тебя там повесил на жопу сковороду из PUBG. Опа, ты мать, я понял. Он показал, куда идти. Нет, это не меченый. Слишком быстро убили. Туда! Туда. А больше некуда. Давай вниз. Я не верю в бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. О, привет. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется масштаб. Нет, фашисты, еще одна отдушная локация. Возьми этот режим визон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав, что мясо, сразу отправят его на передовую. За наш ранд. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как-то... Подожди. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся их. Красные живут впроголодь, хотя работают круглые сутки. Им говорят, что они трудятся ради лучшего будущего, но год от года их жизнь становится все тяжелее. Они дерутся отчаянно, словно совсем не боятся смерти. А их командиры бросают их на амбразуры, затыкают их телами огневые точки, тратят их жизнь, будто они и вправду не могут умереть. Но они умирают. От истощения. От переработки. От пуль врагов и от пуль своих комиссаров, которым приказано стрелять в тех, кто испугался и отступил. Им внушают, что они сверхлюди. Что они сделаны не из плоти, а из стали. И именно поэтому мне их жалко. Ради чего они живут? Ради чего умирают? Идолы прошлого давно рухнули. Но им об этом не сказали. Лозунги, которыми они разговаривают друг с другом, ничего не значат в новом мире. Им запрещают свободно говорить и свободно думать. Каждый, кто задает вопросы, предатель. Любой, кто скажет, что за пределами красной линии жить лучше, шпион и диверсант. Тут лучше спрятать поглубже все человеческое, что в тебе есть, и быть таким же, как все. Но есть такие люди, как Андрей Кузнец, которые не отчаялись и живут дальше. Хотя если бы на его месте был я, я давно бы уже отсюда сбежал. Почему же он остается? Боится, что застрелит или... По-другому человеку. Только поезд минует в лодпосты, ты свободен. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ